Привет всем любителям мобильных CQB игр, с вами как всегда я MobileGamer и в данном видеоролике я расскажу о кратких новостях по разработке всеми нами любимой игры War & Arms а также попытаюсь ответить на всеми вами интересующиеся вопросы по данной игре поэтому если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS ну а пока ты ждешь выход в War & Arms, я хочу посоветовать тебе очень крутой канал о мобильных играх а именно YouTube канал SuperDead парень реально старается, снимает и делает стримы каждый день по таким популярным играм как PUBG Mobile и Call of Duty Mobile так давайте поддержим парня в его начинаниях и добьем на его канале 150 подписчиков а он в свою очередь отблагодарит вас с качественным контентом, который будет со временем только улучшаться поэтому если заинтересовало друг, ссылочка на его крутой YouTube канал будет в описании по данным видео ну а мы друзья, начинаем альфа-тест в War & Arms все ближе и ближе поэтому становится все больше новостей по разработке игры War & Arms но к сожалению с момента выхода последнего видеоролика по War & Arms а именно девлога по War & Arms который кстати у меня есть на канале если вам интересно посмотреть его, то я сейчас оставлю подсказочку сверху там я все подробно рассказал о последнем девлоге аймува по разработке всеми нами любимой игры War & Arms так вот друзья, не вышло каких-то грандиозных новостей за это время но друзья, у меня есть пару интересных новостей для вас а потом мы уже перейдем к ответам на всеми вами интересующиеся вопросы по данной игре так что друзья, начинаем и первая новость, которая проскочила за это время а именно iMove показал нам ACR анимацию, так сказать, перезарядки и выглядит она очень круто плавненько кстати, как вы все можете заметить она похожа и на Strike Team Online перезарядки и на Call of Duty Mobile, так сказать, такой симбиоз анимации и кстати, что вы можете заметить посмотрите на руки кстати, друзья, это и есть руки персонажа-новичка поэтому, скорее всего, альфа-тест уже не за горами и те, кто спрашивают, когда же альфа-тест он уже выйдет в ближайшие несколько недель скорее всего, через 2 или 3 недели так сказать, под конец этого месяца ну или, скорее всего, в начале апреля но и друзья, не надо разводить никакую панику насчет того, что подписчики Патреона только получат доступ к альфа-тестированию нет, они его получат просто пораньше поэтому, друзья, не надо печалиться не надо грустить все те, кто не донатили на Патреон также смогут принять участие в альфа-тестировании только чуть-чуть позднее время кстати, многие начали у меня спрашивать а как же будет проходить данный альфа-тест друзья, если он будет проходить то я обязательно скажу в своих видеороликах по Варенармс но, скорее всего, это будет как раз ссылочка на скачивание будет в официальном дискорд-сервере Варенармс кстати, ссылочка на него будет в описании по данным видео, там всегда попубликуется самая последняя информация по данной игре так вот, друзья, будет ссылочка на скачивание Варенармс сервера откроется в определенное время и в определенное время вы сможете поиграть в эту крутую игру так что такие дела, друзья так что уже альфа не за горами и как вы уже можете видеть, что у нас руки уже полностью готовы у него есть все анимации и у оружия появляется анимация это значит и скоро мы увидим карту скорее всего на следующей неделе так как в альфа-тестировании нас ждет не только одна карта и руки поэтому, друзья, ждем с нетерпением данную альфу я как и вы реально ожидаете данную игру поэтому посмотрим, что будет на выходе и потом, что будет уже и в релизе более того, Аймув зачем-то опять ищет модельера не знаю, скорее всего, не так много создано моделек поэтому к релизу реально нужно будет постараться они будут, скорее всего, работать в плотном графике чтобы успеть все до релиза и скорее всего, или я уверен, что июнь или июль это не конечная дата релиза и может быть игра вообще выйдет к августу или только к сентябрю ну посмотрим, время покажет что насчет остальной команды по Варенармс то у них вроде как появился аниматор который раньше работал в Activision не знаю, может его уволили оттуда но, скорее всего, его реально оттуда уволили ему пришлось где-то работать поэтому вот он нашел предстанище в Rank Up Games и, кстати, друзья, говоря о Rank Up Games теперь это официальная компания которая зарегистрирована в США и теперь никаких претензий, скорее всего, к этой игре не будет я хочу вам напомнить, что игра делается с нуля и к игре не должно быть патрендей таких, как были в свое время к Airy F2 когда Ubisoft подала иск на Google Play и App Store с просьбой удалить из их магазинов такую всеми нами любимую CQB-игру, как Airy F2 которое, кстати, к сожалению, произошло в мае прошлого года когда именно Airy F2 закрыли на веки но, может быть, скорее всего, Airy F2 вернется в ближайшее время но поживем и увидим также время покажет и расставит все по своим местам на этом все краткие новости по разработке игры в Iron Arms у меня закончились и сейчас мы перейдем к ответам на всеми вами интересующиеся вопросы по игре в Iron Arms и на первый вопрос я уже ответил, когда ждать альфа-тестирование и скинул я ссылочку на альфа-тестирование я уже все объяснил переходим к следующему вопросу и многие недовольны почему компания собирает деньги, так сказать, через Patreon некоторые говорят, что игра умрет мы потеряем деньги, это говнопроект так вот, друзья, вы еще не поиграли в эту игру у вас нет никакого представления, чтобы судить данную игру но нет, вы самые умные, поэтому у вас есть свое мнение вы говорите, что это говнопроект вот Эри и была лучше да, может быть Эри и была лучше но она уже давно умерла, еще в мае прошлого года поэтому давайте не будем, так сказать, уже говорить про Эри и в 2 потому что сейчас в Iron Arms сейчас Эри и в 2 нет, сейчас есть в Iron Arms а сравниваю я, к примеру, Эри и в 2 и Варен Арм кстати, это претензия уже ко мне потому что, друзья, первое в название я вставляю Эри и в 2, чтобы привлечь ваше внимание потому что Эри и в 2 это CQB игра в Iron Arms это CQB игра и чем-то, да, они похожи тот же дрон был и в Эри и в 2, будет и в Варен Армс баррикады были в Эри и в 2, будут и в Варен Армс и многое другое очень многое похоже и в Варен Армс поэтому, друзья, не надо списывать щитов в сравнении обоих игр потому что они чем-то, да, похожи так что, друзья, если вам не нравится оформление данной игры, стилистика данной игры то идите лесом, не смотрите мои видеоролики по Варен Армс потому что я не хочу рассказывать таким людям все новости по разработке игры Варен Армс потому что, да, ждите свою Эри и в 2 еще 30 лет может быть выйдет, может быть нет потому что никакой официальной инфы от разработчиков по поводу Эри и в 2 нету это все только догадки и умыслы всех фанатов таких как я, таких как вы и таких как обычных людей которые ничего не смыслят в разработке игр они не понимают, как возвращаются игры и насколько их возвращение вообще реально если мы говорим насчет Эри и в 2 так что, друзья, не надо быть токсичными и не надо делать поспешные выводы даже не поиграв данную игру а насчет Патреона, друзья не беспокойтесь если у вас нет денег ну или вы не можете поддержать разработчиков денежкой то не надо паниковать игра все равно выйдет и я уверен, что за вас кто-то другой поддержит данный проект и, к сожалению, да проекту нужно жить а так как у этого проекта попросту нет пока что таких крупных спонсоров им приходится собирать деньги на Патреоне потому что, к сожалению, разработка любой игры требует каких-то вложений и, к сожалению, вложений не только физических но и денежных поэтому, друзья, не делайте поспешных выводов потому что деньги нужны всем если не будет денег разработка игры тоже не будет продолжаться потому что разработчики не могут так сильно рисковать потому что если у них не получится с War and Arms то тогда реально будут большие риски что те люди, кто недостаточно задонатили на Патреон они просто потеряют эти деньги тогда, к сожалению, разработчики не смогут окупить затраты на разработку игры поэтому, друзья, по живому виде мы будем надеяться реально на самое лучшее по разработке игры War and Arms насчет оптимизации друзья, пока что никаких новостей по поводу данной информации нет но, скорее всего, вам реально нужно будет иметь достаточно мощное устройство я думаю, от 3 гигов оперативной памяти и минимум 660 Snapdragon а лучше, конечно, Snapdragon 7 или 8 версии начиная от 710, скорее всего и 835 Snapdragon вроде как в 2018 года поэтому, друзья, реально надо запастись хорошим телефоном потому что, да, разработчики вроде как говорили что они хотят сделать данную игру на большую аудиторию но посмотрим так как не всегда разработчики говорят одно и делают тоже одно бывает так, что разработчики скажут одно, а сделают другое поэтому, друзья, реально нужно запастись хорошим телефоном на будущее чтобы поиграть во всеми нами любимую игру War and Arms потому что, реально, может быть такая ситуация что у вас бюджетник не потянет эту крутую игру но на этом у меня все, друзья если у вас есть еще какие-то вопросы по разработке игры War and Arms без проблем пишите в комментариях я попытаюсь ответить на ваш интересный комментарий поставлю лайк, оценю его сердечком так что, друзья, вовлекайтесь в комментарии пишите их больше по движению данного видеоролика ставьте лайки, подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android, iOS ну а сегодня с вами, как всегда, был Mobile Gamer не болейте, играйте только в хорошие игры пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по игре в War and Arms но по другим мобильным играм до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok